вот решил я продолжить на своем фотоаппарате вот здесь показывается как раз как от одной кошки такого вот про прородитель кошки произошли все остальные кошачьи вот написанных лет и там все другие названия даже прочитать мало а вот и лисистые так сказать это тип лисы волки лисы серые красные лисы оранжевые серые волки вот все вот от этих вот животных они произошли то есть это не было из рыбки из рыбки птичка все внутри видовые такие эволюции происходили внутри вида но никак вид не превращался из одного вида другой вид вот все вот это изображены различные виды собачьих так на так мы называем вот то есть изначально был какой-то вот впереди вот такая вот животное которое включало себя гены лисы волка собаки потом начали разводить ну иногда люди начали селекционировать селекционировать животных иногда природа вот ну но в любом случае чем дальше ты идешь по вот этому дереву тем больше накапливается мутаций в твоем в твои в твоем изначальном коде если допустим вот это собака и первое у него была в полный код код генетический код без пробелов то вот допустим вот этот какой-нибудь док то у него ну допустим могут быть уши только такой вот такого вида хвост только такой то есть у него определенные есть пробелы его гене что делает его таким особенным но от него уже никогда не произойдет что-то другое потому что его ген слишком объединенный он может родить только себя подобного вот а чем дальше в глубь истории тем что животные могли быть более приспособлены своей среде и из них могли больше видов разных животных например если взять дворняжку какую-то то с него можно много разводить животных а если взять пуделя то очень сложно из пуделя вывести какого-то питбультерьера ну хотя дворняги это тоже уже выродившиеся но у них по крайней мере не смешивается в предпорядочном порядке и поэтому там больше генов более разнообразный генофонд это тоже самое как и вот говорят что между межрасовыми браками дети более красивые если вот черный и белый мужчина и женщина то у них мулаты такие рождаются не более симпатичные потому что очень разные гены и они заполняют недостатки своей нации допустим одни блондины голубоглазые у них там близорукость а у черных там друг друг ну совсем противоположны и когда они у них дети рождаются они более здоровые более красивые и такие такой пример примитивный и и и и и и и Все вода вместе в одном месте. Это почему ты только видишь одну массу на этой земле. О, я путешествовал и исследовал много земли. И смотрел так много велосипедований. Но этот мир у него было время, наверное, чтобы писать какие-то записи. Возможно, эти записи потом передавались и дальше другим. Вот манускрипты. Библиотека, так сказать. Может быть, здесь была история. История записывалась и тут хранилась. Потом что-то утратилось. Ну, история о сотворении и грехопадении и потопа всемирного. Она во всех континентах, во всех культурах сохранилась. Конечно, под другими именами и много деталей разнятся. Но общий смысл всегда остается тем же, что был всемирный потоп и спаслось только 8 человек. И вот так вот. Вот так вот. Вот это у него печь. Делал инструменты. Ну, они хотя здесь были всего-то 40 дней. Не, они были дольше. Потом, после того, как мой ковчег... Только 40 дней был дождь. А потом закончилась дождь. И потом они еще долго плавали. Без дождя просто была заполнена земля полностью. Все горы были покрыты, все горы, все горы были покрыты водой. Они еще долго плавали, пока вода не начала находить баланс между сушей и морем. То есть, именно в тот период образовались все большие горы и каньоны, когда начала вода протекать. И миллионы тонн воды протекали по суше и образовывали русло рек и каньоны. И большой каньон в Америке, вот он самый такой показательный. То есть, это такая песчаная поверхность с камнями. И песок, так сказать, больше вымывался. А более твердые породы, они не вымывались и образовывались такие каньоны, как бы. Ну и там, где было сильнее, ну ниже уровня, там где был ниже земля, там же был, получалось, образовывались реки. И вот так потом, после потопа, образовались вся наша суша, все наши континенты. Ну и потом, со временем, континенты разделились на известные нам континенты, на 6 континентов. До этого, как бы, был один материк, одна суша. И после потопа начали материки дрейфовать, ну, разделяться на свои места, там где они сейчас находятся. Ну, они, возможно, и до сих пор потихоньку двигаются друг от друга, потому что ничто не стоит на месте. Но, конечно, не с такой скоростью, как это было. Вот, и потом, потом мы знаем, что после потопа через какое-то время начался такой холодный период, ледниковый период. Он, после этого ледникового периода уже сам климат более стал стабильным. Если до этого вообще был, до потопа был климат практически одинаковый по всей земле, из-за парникового такого эффекта, то после потопа у нас появились штормы, ураганы, потопы и, ну, такая более нестабильная атмосфера. То есть до потопа был вообще идеальный, идеальный мир, можно сказать. Люди жили намного дольше, они были более здоровей, и гены у них были очень хорошие. То есть если кровосмешания как такового не было, потому что они женились на своих сестрах, и у них рождались абсолютно здоровые дети, сейчас такое абсолютно невозможно и недопустимо кровосмешение. Ну, тогда это было нормально. Ну, и других вариантов не было. И чем дальше, ближе к нам, к современности, тем нужно больше избегать кровосмешения. Кровосмешение, да. Чем дальше род, веники, тем лучше. Вот. Или даже чем выбирать себе супруга из другой нации, это нормально. А раньше это было ненормально. Нужно было все... Ну, все меняется, да. Вот. То есть человек со временем не становится лучше, а становится хуже. А это мы видим Кэн Хэн со своей семьей. Он из таких известных креационистов. Креационисты — это люди, которые верят в разумный замысел. То есть, что мир произошел не случайно, а его сотворил Бог. От слова creation — сотворение. Вот. И, в общем, вот этот вот Кэн Хэн популяризирует идею сотворения Вселенной. В противовес... В противовес теории эволюции. Да. Теория эволюции гласит о том, что все произошло случайным образом. Миллиарды лет назад каким-то образом что-то как-то произошло. Какой-то взрыв. И в результате этого взрыва произошла материя, пространство, смысл. Вот. Например, представьте себе, что был какой-то взрыв, и в результате этого взрыва появился смысл. Ну, вот. Ну, смысл что-то существовать. Чтоб что-то, ну, что-то было там, свет. Вот. Ну, то есть, обычно что-то, когда мы делаем, какой-то человек или животное, все, что он делает, есть этому какой-то смысл. То есть, причина. Вот. И теория эволюции не дает эту причину. Так, сейчас. Устраиваем. Теория эволюции не дает причину возникновения Вселенной. Только говорит, что благодаря миллионам. Миллионам лет все появилось. И поэтому, чтобы... Ой, опять и не в тот... Поэтому, чтобы объяснить какие-то сложные вопросы, то говорят волшебное слово миллионы лет назад, и из лякушки появилась принцесса. Вот. Ну, в отличие от этой теории, у нас есть Библия, где вопросы, на многие вопросы есть исчерпывающий ответ. Ну, правда, каждый, ну, хочет или не хочет, верит. Он выбирает каждый, ну, из нас выбирает, во что бы он хотел верить. То ли Бог сотворил мир, то ли никто его не сотворил, то ли... Ну, очень несложно понять, как можно верить в то, что мир, Вселенная существует просто... Просто беспричинно, бесцельно. Так. Так. Ага, это жилой сектор. Тут уже они... Не знаю, было ли у них свободное время, но... Скорее всего, было. Кто это это? Это Сим. Сим. Вот он. Музыкальные инструменты у него такие. Арфы с резонаторами. Вот. Учебные пособия какие-то. А счеты. Интересно вообще. Рукоделие. Яфет. Это Яфет? Это, что ли, его жена? Не могу прочитать. Кук. Камбус. Кук. Кук. Камбус. Кук. Яичко. Чеснока достаточно. Давайте дальше. перебирают что ли фасоль кстати до потопа мясо нет не употребляли в пищу достаточно было еды и и без мяса чтобы чувствовать себя здоровым и сытым только после потопа бог дал повелевал употреблять в пищу не только растительную еду но и это голубь это голубь прилетел сейчас открылся голубь прилетел принес весточку веточку что где-то появилась выросла на суше выросла на суши но растительность и уже пора выбираться из ковчега вот это его жена вот так я уже забыл про что говорил а я говорил про то что после потопа бог повелел употреблять пищу мясо животных а там лекция идет как а то объясняется как это было а это ну не не о м м м и и о и м о это Интерференция у меня в телефоне. Ой, это партия произошла. Интересно. Вот это вот. Настоящие рыбы. Которые были погреблены в результате потопа. Я закрываю диафорагму, и у меня появляется интерференция света. Я про такое только читал в учебниках. Наверное, тут такой свет. Скорость света такая, что позволяет. Видите, кто знает, что такое интерференция. Вот я ее сейчас на мудай. В результате этого огромного наводнения или даже потопа много животных, растений были просто засыпаны, покоронены под толщами ила, под толщами грунта. И когда они попали в такую среду, где нет кислорода, они окаменели, это заняло там какой-то вред. И мы теперь их находим, окаменелости, так они их называются. Мы могли видеть, читать о них вот эти. Вот эти окаменелости. Это когда вот эти животные во время потопа были внезапно похоронены. И часто можно найти просто в обычных камнях, в угле какие-то кусочки листьев, ракушек. Вот. И все это свидетельствует о скором их захоронении. Вот так вот после потопа, вот если видно, что вершина и вода собиралась и образовала все вот эти вот горы. До этого это была просто такая равнина непонятная, ну, как это, допустим, существует сейчас под водой. Мы видим песок и гор таких особых нет. Но если бы убрать, внезапно поднялось море, то оно бы так растеклось и вот был бы точно такой же. Вот. Видно с космоса вот этот каньон, а вот так вот он выглядит. Все вот тут протекали, вода так протекала и вымывала. И образовался такой каньон. Сейчас даже рек нету здесь, тут дорога. Конечно, если пойдет огромный ливень, то... Ну, там такой климат, что там мало дождей. Но если пойдет, то затопит, конечно. Конечно, вот еще снимки с космоса. А это вроде... А это Марс. Вот такие же каньоны существуют на Марсе. Ну, они такие же похожи. Наши учителя в школе говорят, что вот такие вот... Вот это каждый слой. Вот как, допустим, геологи современно говорят, считают, что вот этот один слой, это один юрский период, другой следующий период и между каждым вот этим слоем миллионы лет. И там... Но мы здесь видим, что ствол дерева... Ствол дерева, он проходит через все... Через все эти породы, через все периоды. Через все периоды. То есть это не... Это все произошло за несколько часов. То есть вот это вот наслоение ила, это произошло все за несколько часов. И поэтому этот ствол не сгнил, а окаменел. Вот, например. Да? Мы видим. Так оно могло произойти. Вот. Допустим, некоторые деревья, если они такие были, они вот так окаменели. Но в основном... Вот так вот могло произойти. И вот видим окаменелости деревьев. Вот, допустим, лес был. Потоп снес верхушки деревьев. И остались такие пеньки. И они окаменели. И потом образовалось здесь море. И вот такой вот эффект. Вот, допустим, как это могло быть после потопа. Ну, это современная фотография. Она показывает о том, что вот после таких оползней вот так вот выглядит покров воды. Ну, потом вот этот покров воды через какой-то период времени, ну, это все сядет и образуется такой уголь или какие-то полезные ископаемые. Это объяснение и доказательство существования, ну, реального потопа. Вот, видим людей сфотографированных. Это все оползень. Это все произошло мгновенно во время потопа, когда вот горы опускались, долины поднимались, и произошло такое вот скручивание пород. Он произошел вот буквально очень быстро. Вот, и поэтому это очень сложно объяснить с теорией эволюции, потому что для эволюционистов каждый слой — это период времени. Но когда он такой, ну, то есть это невозможность теории эволюции. Вот, изломы мы видим. Это туда давит, это сюда давит, и происходит такой излом. Вот, про это все рассказывается. «Ага!» 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 вот здесь рассказывается про ледниковый период я честно говоря не очень понимаю я не очень понимаю в этом деле в ледниковом периоды то надо читать и переводить но здесь у нас и айс эйдж шкала такая вот допустим это 4400 лет до рождества это вот 6 тысяч лет назад да это 6 тысяч лет назад было сотворение через 1400 лет потоп и буквально через там 100 лет начался ледниковый период он продолжался сколько он продолжался я не вижу бед а вот это из 2000 лет назад пришел из христос а вот это мы здесь находимся а вот так вот объясняют объясняют так объясняют нам школах 300 миллионов лет назад был это было потом вот это было там вот это несколько периодов зимних таких ледниковых периодов а вот границы этого на границы этого ледниковых зон вот так вот а как в результате чего началось да из-за того что пыль был облачность и температура земли понизилась из-за того что солнце не проходила сквозь облака то есть и снег повалил но это так и на нахлопский розум я так понял если я так понял пока был потоп все же было укрыто тучами все было укрыто тучами и и пока люди были люди были в лодке люди были в лодке это все но и не отражалось на температуру но потом оно все поменялось но вообще все поменялось на это у нас а вот так вот менялась температура земли то есть а допустим во время иисуса христа вот так менялся сейчас секундочку это у нас средняя температура 0 градусов или че то это в цельсия температура аномалий цельсия по-моему и вот допустим во время иисуса христа вот такая была потом 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 333 313 год похолодания и падение падение римской империи тоже пришлось на похолодание потом потом у нас подъем мусульман и и резко потепление мы видим потепление потепление и аж до до средневековья потом охлаждение вот в средние века уже опять похолодало похолодало и мы видим что все рыцари одевались довольно довольно тяжело если раньше люди в сандалиях хотя здесь тоже было холодно люди раньше в сандалиях ходили то здесь мы видим в средневековье наши воины одевались в тяжелую секундочку в тяжелую такую одежду то есть было прохладно потом опять и вот мы видим опять похолодание и сейчас резко резко вот здесь вот какой-то год четырнадцатый да две мировые войны произвели резкое потепление но мы видим что было еще теплее восемьсотый год восемьсотый год до нашей восемьсотый год нашей уже после Рождества Христова вот были очень теплые периоды вот индустриальная революция вот она приходится на 1776 год и постепенно оно поднимается вот вот такая лекция у меня получилось и вот здесь находится . Это уже после потопа, строительство этой башни, похоже, как Павелонская башня. Кирпичи, вот это вот там мы видим, печи обжигались там кирпичи и строились. Вот это карта народов, тот, кого произошел. В Идеи описаны имена всех родоначальников. Курш, Мицраим, Куд, Канан, Гомер, Магок, Мадян, Яван, Дувал, Мишех, Тирас. Гомер это греки, Ашкенас, ну то есть от них все мы произошли. Мицраим это Египет. Вот откуда произошли нации, как они расселялись. Вот, а здесь карты пирамид. Вот здесь пирамиды, здесь пирамиды, египетские пирамиды, а вот здесь такие пирамиды. Зиккурат у нас здесь Вавилон, сколько пирамид. И вот еще китайские пирамиды. Вот, вот здесь, вот они здесь. Башни, башни по всему миру. Библия не, ну тут написано, библия не рассказывает, как выглядели эти башни. Ну, по этим примерам мы можем представить, как бы могла выглядеть башня Вавилонская. А, это о том, что инопланетяне, существует такая теория, что инопланетяне подарили пирамиды людям. Музыка Разные технологии строительства. Утерянные технологии строительства. Вот, как строили пирамиды. Особо никто не знает, как их строили. Так только художники рисуют. Но, конечно, это все и близко не могло быть правдой. Единственное, что правда, что пирамиды покрывались сверху шлифованным известняком. И не блестели, они были просто глянцевые такие. И сверху тоже была у них сверху золотом покрыта. Вот, то есть, сейчас до сих пор особо не могут понять, как они это сделали. Вот. Ну, то же самое. Понятно, что такими, как художники рисуют, очень сложно себе представить рычагами, чтобы что-то такое построить. То есть, видно, что были утрачены какие-то технологии и понятия о космосе. Ну, это, это типа своего рода планетариум Стоунхендж, чтобы считать звезды астрология. Вот, это Вавилонии. Они тоже следили, записывали все события на небе и верили, что они отражаются на земле. Вот. Каким образом вот это строилось, я не знаю. Это из Мачу-Пикчу, я так понял, техника строительства стен и из Мачу-Пикчу. Вот так вот они укладывали эти, притесывали эти камни. Ну, мы видим, что такое построить мог только очень интеллектуально продвинутый человек. Это никак не могло быть дикари какие-то. Вот. То есть, это люди, которые имели знания и возможности ставить такие камни друг к другу и туда не просунешь даже бумагу. Вот. И это говорит о том, что люди тогда были не тупыми и примитивными, а очень образованными. То есть, может быть, в каком-то плане образованнее, чем любой из наших школьников. Какой-то я не знаю, что это значит вообще. Акадский фоншет какой-то. А, все, я понял. Это в разных культурах. Как выглядел в разных культурах и преданиях, как выглядел описание ковчегов, где спаслись. Это эпос Гальгамеши. Вот так вот, в этом эпосе так вот выглядело. Вот он, мы видим, гиблейский. Ну, хотя тут только размеры. Сама форма, мало быть, немножко другая. Вот это Винниату. История лодки. Ну, видите, лодка была большая, но совсем не такая, как на Ковчег. Вот. Это история о потопе Винниату. Это, это легенда Вунамбал какая-то. Это у нас Акадская. Так выглядела лодка, ну, спасительная лодка у Акадов. Реконструкция. Вот. Ну, почему библейская, вот они объясняют, почему только библейская, ну, их библейская вот эта реконструкция самая оптимальная, потому что она, ну, более стабильная. Вот. Другие модели, конечно, они не смогут справиться от больших холм. Все развалится. Вот. И поэтому библейская... Я не знаю, где это остановилось. Останавливаю. Речь о том, что, да, в каждом народе, в старых, в древних культурах есть свои истории, как был этот потоп. Они немножко приобрели свои... Ну, вот, допустим, как у них. Вот. Кто это? Помвей. Вот, как они рассказывают. Где-то в каждом народе есть своя сказание о том, как люди спаслись в результате потопа всемирного. У греков тоже ковчег, видите. Акады, Гальганеш, все мы это уже... Алтай. Очень интересно. Ну, мы увидим, что история о потопе, если бы она была только в Библии, этого, в принципе, уже достаточно, чтобы поверить. Но так как она во многих народах, то это подтверждает только еще больше. Здесь такая есть иллюстрация. Иллюстрация мировой истории от сотворения до 1900 года. Здесь имена... Ну, такое дерево наций. Откуда кто произошел. Ну, интересно. Есть иллюстрация археологических находок, предметов, быта, алфавитов. То есть на этой карте можно бегло понять историю всей цивилизации, всего человечества. Вот, Рождество, воскресенье, смерть Христа. И, то есть, что не только библейская история, но и всемирная история здесь рассказывается. Все, 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 все здесь записано. Да. То есть человек, в принципе, может, если продолжит, то себя найти на этой картине, на этой иллюстрации. В отличие от эволюционной теории, то мы все люди как бы не имеем такого четкого понятия и ответа, для чего мы существуем, куда мы идем. То в Библии дается, откуда мы, почему все произошло, почему мир устроен именно так. Мир устроен именно так, либо не иначе. И каждый человек может в Библии, так сказать, увидеть свое продолжение. В теории эволюции это просто ошибка природы, которая пришла, чтобы разрушить этот мир. То есть это абсолютно разные вещи. Если в Библии человек это венец творения, который испортился, и Бог пришел его возвратить к истокам, то без Бога человек это пыль, песчинки, случайно раздуваемый ветром. Здесь в аппарке. Какая? Она как робот. Говорят, черепахи медленные. Ничего себе. Очень nerve-пiba. Новую работу. toca на bands. Ручки медленные. Вы ее закражали. У нее головок. Мрачна лучше. Ты без руки не Megлина. Мила! Малые семьи. Я боюсь, блин, а ты будешь перед мной. Я думала, что подавелись. Она может быть. Видишь? На траву наступай нельзя!